Привет, меня зовут Александр Марс. В этом видео я расскажу вам о новой методике обучения игре на фортепиано. Это не будут простые видеокурсы от какого-то крутого пианиста. Очень многие электронные музыканты понимают, что для перехода на новый уровень неплохо было бы научиться играть на пианино. Это может очень облегчить вашу жизнь в процессе поиска гармонии или создания идеи. Повезло тем, кого в детстве отдали на 7 лет в музыкальную школу, и теперь они умеют играть на этом инструменте. Ну а сейчас у многих нет этих лишних 5-7 лет. Мне повезло, что меня в детстве отдали в музыкальную школу, где я обучался по классу аккордеона и фортепиано. Затем я самостоятельно освоил гитару и потом, когда уже стал профессионально заниматься музыкой, брал частные уроки игры на скрипке. За все это время я понял, что можно самостоятельно освоить любой инструмент. Но без надзора преподавателя непонятно, все ли ты делаешь правильно. Залог успеха в обучении – это тренировка и контроль со стороны человека, который разбирается в том, что вы делаете. Новый сервис FlowKey позволяет научиться играть на фортепиано и при этом будет контролировать, как у вас получается. Для уроков вам не потребуется искать хорошего преподавателя, играть довоенные песни или скучные тюды и гаммы. Вам нужно всего лишь компьютер и миди-клавиатура или фортепиано. Идея этого сервиса заключается в том, что вы выбираете интересную вам композицию, вам показываются, какие клавиши нужно нажимать, и после того, как вы потренировались играть одной и второй рукой, онлайн-сервис проверяет, как вы играете. Звучит как магия? Давайте посмотрим на примере. У меня уже на сайте есть свой аккаунт, и я выбрал несколько композиций, которые мне интересно научиться играть. В большинстве самоучителей игры на фортепиано сначала надо научиться читать ноты с листа. Это что-то вроде иностранного языка. Представьте себе арабский или иврит. Сначала нужно выучить, что обозначает каждая закорючка, и только потом вы сможете научиться читать. В музыке то же самое. Здесь же, если вы умеете читать ноты с листа, для вас они расположены в нижней части экрана. Ну а если вы не умеете читать ноты, то можете смотреть, какие клавиши нужно нажимать. Они подсвечиваются оранжевыми маркерами. Давайте сначала посмотрим, как нужно играть в выбранную композицию. Выглядит все это достаточно сложно. Но это не так. Поверьте мне. Давайте начнем. Сначала выберем кусок композиции, которой будем тренироваться играть. Затем начнем изучение с правой руки. Выберем режим медленного проигрывания. Одновременно я буду повторять на своей клавиатуре. Обращайте внимание, какими пальцами нажимаются какие клавиши. Это тоже важно. Как только у вас стало получаться на медленной скорости, можно сыграть и в нормальном темпе. А теперь пусть нас проверит компьютер. Я буду играть в выученную партию, а компьютер будет смотреть, правильно ли я нажимаю клавиши или нет. Если я нажал клавишу неправильно, он будет ждать, пока я не нажму правильную клавишу. Так же происходит и с тренировкой левой руки. Далее тренировка обеих рук. Нужно отработать кусок за куском, пока вы не научитесь играть всю композицию. Теперь давайте поговорим о технических нюансах подключения. Из браузеров данный сервис поддерживает хорошо Google Chrome. В некоторых просто не будет работать микрофон для проверки вашей игры. В принципе, вы можете загрузить в любой секвенсор ваш любимый инструмент и просто играть в нем, а FlowKey будет следить за микрофоном и помогать вам совершенствоваться. Вы можете просто поставить ноутбук на пианино и тренироваться, так как сервис производит анализ звуков с микрофона. Но для MIDI-клавиатуры есть более элегантное решение. Вам нужно просто скачать специальный драйвер, затем на рабочем экране написать MIDI, и вместо микрофона программа будет анализировать данные по MIDI-протоколу. Помимо очевидных плюсов сервиса, мне также понравилась богатая библиотека музыкальных произведений. Когда я учился в музыкальной школе, меня заставляли играть послевоенные песни, а я вместо этого хотел играть шоу Must Go On от Queen. Здесь вы можете найти, что вам будет по душе, и учиться на своей любимой музыке. Субтитры создавал DimaTorzok В результате работы вы сможете еще и постепенно изучить ноты и научитесь читать с листа. Знания приходят уже в процессе, само собой. Этот сервис платный, но при регистрации вам дают 7 дней триал доступа ко всей библиотеке. По окончанию бесплатного периода вы все еще можете использовать сервис, только библиотека композиций будет чуть меньше. Вам предложат играть бесплатные композиции. В любом случае, это дешевле, чем частные занятия с преподавателем. Кстати, в личной переписке с разработчиками сервиса они упомянули, что в связи с экономической политикой в России они планируют понизить абонентскую плату при оплате в рублях. Пока точной даты мне не сообщили, но уже эти мысли вызывают уважение к ним. Я всем настоятельно рекомендую попробовать этот сервис. Просто хотя бы 7-дневный триальный период. Напишите в комментариях ниже, как вам понравился FlowKey, каких успехов вы добились и чего, по вашему мнению, не хватает в этом сервисе. Если вам понравилось это видео, то наверняка вам будут интересны и темы предыдущих мастер-классов создания супер гармонии и миди-контроллеры в создании музыки. С вами был Александр Марс. Спасибо за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...